Любим, браты и сестры, слава Иисусу Христу! Сегодня у нас очень насыщенное служение, выпуск воскресной школы. Вчера у нас был выпуск в семинарии. Вы знаете, слава Богу, за 32 года существования семинария у нас проходят каждый год выпуски. И обычно мы выпускали 100-120 студентов в год, но сейчас война, и мы понимали, что мы не сможем выпустить 100 студентов. Поэтому мы выпустили 343 студентов. Это просто чудо Божие. Это чудо Божие, Господь так устроил. Это наши выпускники, которые учились и в семинарии у нас, а также в наших филиалах по Украине и в Европе. И поэтому Господь благословил семинарию, что вот так много у нас в этом году выпускников. Это самое большое количество выпускников за всю историю семинария. И это невзирая на войну. Поэтому Бог не посылает испытания сверхсилы. С одной стороны мы видим трудности, скорби, переживания, а с другой стороны видим Божьи благословения. Поэтому вся слава нашему Господу. Сегодня для нашего совместного размышления я хочу прочитать местописание, записанное в книге Еремии, 9 глава, 23 и 24 стихи. И Еремии, 9, 23 и 24. Здесь написано, но хвалящийся, хвались тем, что знает и разумеет меня. А перед этим, перед этим написано, так говорит Господь. «Да не хвалится мудрой мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею, да не хвалится богатой богатством своим. Но хвалящийся, хвались тем, что знает и разумеет меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Вот вы видите, в этом отрывке из Священного Писания идет речь о похвале. И как-то я помню, вот в детстве мы разучивали стихотворение Маршака, тогда, когда собрались дети, и на протяжении всего стихотворения они хвалились друг перед другом. Один говорит «У меня в кармане гвоздь, а у вас?» Другой говорит «А у нас в квартире гость, а у вас?» И так на протяжении всего этого стихотворения каждый хвалился друг перед другом и хотел показать себя более значащим и вот каким-то вот более особенным. Ну, понятно, что хвалятся не только дети, хвалятся и взрослые, причем, может быть, даже больше, чем дети, но взрослые хвалятся не гвоздем в кармане, да, они хвалятся своими какими-то успехами, достижениями, своими какими-то приобретениями, автомобилями, домами, мобильными телефонами, да, то есть каждый пытается каким-то образом похвалиться друг перед другом. И я думаю, что сам для этого изобрели и социальные сети, все эти инстаграмы, все эти вот фейсбуки, тиктоки и так далее, для того, чтобы хвалиться друг перед другом. И вот вы знаете, были разные вот программы, вот мы прочитали с вами отрывок из Священного Писания, где Господь показывает нам прежде всего, чем мы не должны хвалиться. И здесь написано, да не хвалится мудрой, мудростью своей. Но вместе с этим существуют разные программы, такие как «Самый умный», «Хочу все знать», «Знатоки» и так далее, где люди вот хвалятся своим умом, своим интеллектом, своей какой-то вот значимостью, эрудицией. Я помню, однажды знатокам задали вопрос, что воспаляет круг жизни. И вот они думали, думали, и одни говорили «кишечник», другие говорили «печень», и так и не ответили на этот вопрос. Почему? Потому что не читали Библию, да, если бы они читали Библию, то они бы знали бы, что это язык. И вот когда мы смотрим вокруг, люди постоянно хвалятся, они хвалятся вот своей мудростью, своими знаниями, своими достижениями. И Господь предупреждает нас, чтобы мы ни в коем случае этого не делали. Да не хвалится мудрой, мудростью своей. Когда мы читаем Слово Божие, то мы находим, однажды жил самый умный, самый мудрый человек на земле. Его звали царь Соломон. И вот мы читаем третья книга царства, 4, 29, написано, «И дал Бог Соломону мудрость, и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян». Вот представляете, какой был умный, какой был мудрый человек. Ну вот мы читаем дальше, 34 стих. «И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его». Мы видим, что Соломон был очень мудрым человеком, но к нему приходили паломники со всех стран, к нему приходили цари со всех стран, для того, чтобы послушать его мудрости. То есть мы видим, что Соломон был очень мудрым, но не очень скромным, да? Не очень скромным. Я думаю, что он где-то хвалился своей мудростью. Почему? Да потому, что мы смотрим на результат. И, к сожалению, результат не совсем хороший. Мы читаем, что вот в конце своей жизни вроде бы мудрый Соломон, мудрый Соломон, а начал совершать очень глупые поступки. Мы читаем 3 книга Царства, 11 глава, 5 стих и ниже. «И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской, и сделал Соломон, и делал Соломон неугодное перед очами Господа. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавицкой, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева». Мы видим, такое прекрасное было начало и такой печальный конец. Почему? Потому что он начал хвалиться своей мудростью. Когда мы читаем Священное Писание, мы узнаем еще. Был очень умный, очень мудрый человек, которого звали Ахитофел. И мы читаем вот во второй книге Царств в 16 главе, 23 стих. Здесь написано, что «Советы же Ахитофела, которые он давал в то время, считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Весолома». Представляете, да, какой умный человек, что его советы приравнивались к советам Божьим. Но однажды вот не послушали совета Ахитофела, и этим самым зацепили его гордость, зацепили его высокомерие. Почему? Да потому что он постоянно хвалился своей мудростью. Он выставлял на показ свою мудрость. Он гордился своей мудростью и тогда, когда его не послушали, это настолько зацепило его самолюбие, что мы читаем 2 глава царства, 2 книга царства, 17 глава, 23 стих. «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». Вот вам мудрый человек, да? Вроде бы мудрый человек, но что делает хвастовство? Что делает тогда, когда человек начинает хвалиться? Тогда, когда человек начинает хвалиться, от этого растет гордость, растет высокомерие. Это та проблема, которая была у Соломона, очень умного, мудрого человека. Это та проблема, которая была у их Ахитофела, тоже очень мудрого и умного человека. И поэтому Господь предупреждает нас, и он на страницах Священного Писания обращается к каждому из нас, и говорит, «Да не хвалиться мудрой мудростью своей». Второе, чем мы не должны хвалиться, мы прочитали, написано, «Да не хвалиться сильной силою своей». Вы знаете, что люди тоже хвалятся своей силой. Устраиваются различные турниры, различные соревнования, различные чемпионаты, различные олимпиады, где люди хвалятся своей силой. Кто поднимет более тяжелый груз, штангу или боксеры хвалятся своей. Каждый хвалится своей силой, для того, чтобы показать перед всеми, что я самый сильный, вот я сильнее, чем кто-то другой. И мы видим, что тогда, когда человек начинает хвалиться своей силой, то это ничем хорошим не заканчивается. Причем сила может быть разная. Это может быть физическая сила, может быть политическая сила, может быть военная сила. И вот когда мы читаем Слово Божие, то мы находим одного такого человека, которого звали Голиаф из Гефы. Голиаф. Написано в первой книге царства, 17 глава, 4 стиха и ниже. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он шести локтей и пяди, медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его пять тысяч сиклей меди, и медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навою ткачей, а само копье его в шестьсот сиклей железа. И перед ним шел оруженосец. И стал он, и кричал к полкам израильским, говоря им, зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. Вот представляете, да, вот вышел человек перед многочисленной армией и делал вот такие вот заявления. Причем он говорил это не один раз. Написано, на протяжении сорока дней выходил этот вот Голиаф перед всей израильской армией, и вот он бросал такой вызов, что пусть кто-нибудь из вас выйдет и сразится со мной. О чем это говорит? Это говорит о том, что этот человек был абсолютно уверен в себе. Он был уверен, он полагался на свои размеры, он полагался на свою силу, он полагался на свое оружие, он был абсолютно уверен, что не найдется такого человека, который мог бы победить его. Вот мы видим, как он хвалился на протяжении сорока дней, он хвалился вот своей силой, своей силой. А Господь говорит, что да не хвалится сильной силою своей. И мы видим, с чем это все закончилось. Мы видим, что навстречу Голиафу вышел Давид, который был полной противоположностью Голиафа. Если Голиаф был воином от юности своей, то есть он уже был достаточно взрослым человеком, то Давид был еще юношей. И если Голиаф был профессиональным воином, можно сказать, профессиональным убийцей, почему? Потому что он был единоборец. А это говорит о том, что очень часто он вступал в единоборные поединки, и к нему навстречу выходили люди, подобные ему, тоже очень большие, и тоже очень сильные, и тоже очень вооруженные. Но тот факт, что Голиаф остался живым, указывает на то, что он не потерпел ни одного поражения. Во всех этих сражениях он всегда выходил победителем. И вот он возомнил о себе, да? Он возомнил о себе, что он вторая армия в мире, да? Он возомнил о себе, что вот никто не может победить его. И что кто бы к нему не вышел, да, то он очень быстро расправится с этим человеком. Но к нему вышел Давид, да? К нему вышел Давид, простой юноша, который ни разу не был на войне, у которого военный опыт ноль, да? Который был еще до призывного возраста. Причем он вышел совершенно обезоруженным. В обычной одежде, вместо копья у него был посох, а вместо меча у него была праща, которая отпугивала диких зверей, да? И вместо меча, значит, у него была обычная пастушище сумка, в которую он положил пять гладких камней. И вот к нему навстречу вышел Давид. Полная противоположность Голиафу. И когда Голиаф увидел вот этого Давида, да, то написано, что он вознегодовал. И он проклял Давида всеми своими языческими богами. И он говорит ему, подойди ко мне, и я убью тебя, и отдам тело твое птицам небесным и земным, и зверям полевым. А Давид говорит, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом. А я иду против тебя во имя Господа Саваофа. Ныне предаст тебя Господь в руку мою и увидит весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь. И мы видим, что Давид побежал навстречу Голиафу, взял один из камней, бросил его из пращи и попал Голиафу в лоб. Единственное место, которое было незащищенное броней. И мы видим, что вот этот великан рухнул на землю. И мы читаем это записано в первой книге Царства, 17 глава, 49 стих. «И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб. Так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина, пращию и камнем, и поразил филистимлянина, убил его». Вот мы видим, чем закончилось хвастовство Голиафа. Чем закончилось? И мы видим, что Давид надеялся не на оружие. Давид надеялся не на военную выучку, не на силу, а надеялся на Господа. Это то, что сейчас мы живем во время войны, и очень важно, чтобы мы с вами возлагали правильно надежду свою, да? И чтобы мы хвалились, чтобы мы хвалились не армией, чтобы мы хвалились не ППО, да? Чтобы мы хвалились не нашими союзниками, чтобы мы хвалились не новым оружием, а чтобы мы хвалились Господом. Чтобы мы помнили о том, что Господь силен использовать и солдат, и вооружение, и ракеты, да? Для Него нет ничего невозможного, Он использует все это, но чтобы всю славу, всю похвалу мы воздавали Богу, чтобы наша похвала была только лишь отдана Ему. Когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что однажды был человек, которого звали Аман. Это книга Есфирь, 3 глава, с 1 стиха и ниже, написано, Вот мы видим этот человек, который начал хвалиться своей политической силой, что его царь превознес, и когда царь превознес Амана, то автоматически превознеслось его сердце, его сердце возгордилось, оно было переполнено надмением. И мы видим, что когда Мардахей не поклонился Аману, то это настолько зацепило Амана, что он начал, аж чуть ли не заболел, и он начал думать, как же отомстить Мардахею. И вот он решил, ему там начали советовать его друзья, жена, и он решил, что надо, во-первых, уничтожить всех евреев, а также отдельно Мардахея. И он решил, что Мардахея он должен казнить, и для этого он построил огромный столб, огромный столб. Мы еще вернемся к этому столбу, но мы видим, что каждый раз, когда человек хвалится своей силой, то ли физической, то ли политической, то ли военной, это ничем хорошим не заканчивается. То же самое случилось и в жизни Амана. И когда мы читаем эту историю, которая записана в книге Есфирь, то мы видим, что благодаря царице Есфирь, Господь послал защиту и израильскому народу, защиту и верному рабу своему Мардахею. И мы читаем, что в конце этой книги и сказал один из евнухов при царе, вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардахея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана вышиною в пятьдесят локтей. Пятьдесят локтей. Я не знаю, вы задумывались над этим или нет, часто вот в детской Библии рисуют, там стоит такое дерево, какая-то там вот палка, пятьдесят локтей. Что такое пятьдесят локтей? Пятьдесят локтей, это двадцать пять метров. Это девятиэтажный дом. Представляете, вот Аман приготовил столб высотой в девятиэтажный дом. Его ж надо было построить этот столб, его ж надо было как-то закрепить этот столб, для того, чтобы на этом столбе повесить Мардахея, для того, чтобы все вокруг могли бы видеть это, чтобы все вокруг могли бы увидеть, насколько величественен, насколько сильный Аман, чтобы похвалиться перед всей страной, перед всей империей. Но мы видим, что дальше, читая эту историю, и сказал царь, повесьте его на нем. И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардахея. Поэтому что мы видим? Мы видим, как заканчивается жизнь тех людей, которые хвалятся. Которые хвалятся своей мудростью, которые хвалятся своей силой. И третье, мы прочитали здесь в этом отрывке, написано, да не хвалится мудрой мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею. И третье, да не хвалится богатой богатством своим. И читая Священное Писание, мы находим, вот был вроде бы нормальный царь Изекия, богобоязненный царь. Вы помните, однажды он заболел и уже был при смерти, и Господь сказал ему, что он умрет. Но потом Изекия начал плакать, просить у Бога милости. Господь помиловал ему и добавил ему еще лет жизни. И когда Изекия выздоровел, тот царь Навуходоносор послал своих послов, для того, чтобы поздравить Изекию с выздоровлением. И мы читаем, это записано в 4 книге царств, 20 глава, 13 стих. Вот ему захотелось похвастаться, да? Перед кем? Перед своими врагами. И он сам лично показал им все. Они увидели, где что лежит. И через некоторое время пришел вот царь Навуходоносор со своей армией, и ограбили Изекию, да? И забрали все то, что он показал. То есть мы видим, чем закончилось это хвастовство для Изекии. На страницах Священного Писания мы читаем 1 Тимофею 6, 6. Есть великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, то Бог приводит нам различные истории для того, чтобы проиллюстрировать эту истину. Насколько важно, чтобы мы не хвалились. И вот в Евангелии от Луки, мы читаем в 16 главе, 19 стих, написано, «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и в весон, и каждый день пиршествовал блистательно». Одевался в порфиру и в весон. Это была очень дорогая одежда. Скажите, для чего люди покупают очень дорогую одежду? Для чего они покупают брендовую одежду, которая стоит тысячи долларов? Для чего? Для того, чтобы у себя в спальне где-то ходить в ней? Нет, для того, чтобы показаться перед друзьями, для того, чтобы похвастаться перед друзьями, для того, чтобы показать, вот какой я богатый. И вот как раз вот этот вот богач, он одевался в порфиру и в весон. Для чего? Для того, чтобы похвастаться, для того, чтобы похвалиться перед всеми своими друзьями. И что он еще делал? Он пиршествовал блистательно. Не сам же он сидел на этом перу. Он приглашал своих друзей на эти перы. Опять-таки, для того, чтобы похвастаться перед ними. Для того, чтобы они увидели, какой он богатый, какой он благословенный и тому подобное. Но мы читаем дальше, что когда богач умер, то он оказался где? В аду. Вот и приехали. Поэтому это о чем говорит? Тогда, когда человек делает своим идолом свою мудрость, или свою силу, или свое богатство, то его ждет очень печальное последствие. Очень печальное последствие. И я думаю, что самым ярким примером является один из учеников Иисуса Христа, которого звали Иуда Искариот. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 12 глава, как однажды Мария, сестра Лазаря, пришла к Иисусу Христу уже перед концом, в конце его жизненного пути. И написано, что разбила о лавастровый сосуд и смазала ноги его этим драгоценным ароматом, то Иуда Искариот начал возмущаться. Мы читаем 12 глава Евангелия от Иоанна, 4 стиха и ниже. Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? То есть, зачем такая трата? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Мы видим этот человек, который вроде бы был с Иисусом Христом 3,5 года, видел чудеса Божии, видел знамения, видел исцеление. Он был свидетелем всего того, что творил Христос. И вместе с этим продал Христа за 30 сребреников, которыми он даже не смог воспользоваться. Мы читаем в Евангелии от Матфея, 27,5, он вернулся назад к первосвященникам, которые дали ему эти деньги. Бросил их, бросил сребреники в храме, написано, он вышел, пошел и удавился. Поэтому Господь предупреждает нас на страницах Священного Писания, да не хвалиться мудрой мудростью Своей. Да не хвалиться сильной силою Своей, да не хвалиться богатой богатством Своей. Поэтому те, которые хвалятся мудростью Своей, должны помнить петлю Ахитофела. А те, которые хвалятся силою Своей, должны помнить петлю Амана. А те, которые хвалятся богатством Своим, должны помнить петлю Иуды. Вот мы видим здесь эти три петли. Чем же должны мы хвалиться? И должны ли мы хвалиться? Писание говорит, что должны. Но кем мы должны хвалиться? Мы с вами прочитали, написано, Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. И вы знаете, мне очень нравится место Писания, записанное в книге Псалтырь, 19.8. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. А мы встали и стоим прямо. И в первом послании Коринфянам 1.31 написано, что хвалящийся хвались Господом. Вот кем мы должны хвалиться. Вот кого мы должны превозносить. Вот на кого мы должны возложать свою надежду, свое упование. Вот кто должен быть в центре нашей жизни. Поэтому, дорогие, пусть поможет нам Господь, проходя через эти трудные жизненные обстоятельства, чтобы мы с вами фокусировали свой акцент не на себя, а на Господа. И чтобы мы хвалились не своим, а Божьим. И чтобы Господь был превознесен в нашей жизни. А Ему за все пусть будет вечная слава. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.